Здравствуйте! Вы смотрите информационный выпуск программы «События». С главными темами дня познакомлю вас я, Анастасия Рудая и мои коллеги. Смотрите сегодня в выпуске. Пот в лес закрыт. Нарушителей привлекут к ответственности. Посвятили себя благородному делу. Коллектив физиотерапевтического отделения Лицской центральной районной больницы отмечает свой профессиональный праздник. Ко дню народного единства. Во всех кинотеатрах страны прошел премьерный показ молодежного художественного документального фильма «Культурный кот». Торжественные мероприятия, посвященные дню города Гродно, начались уже сегодня. В парке Жилибера прошла церемония возложения цветов к братской могиле советских воинов и партизан, посвященная 80-96-летию Гродно. В мероприятии приняли участие председатель Гродненского обл. исполкома Владимир Караник, помощник президента, инспектор по Гродненской области Юрий Караев, председатель Гродненского областного совета депутатов Елена Пасюта, председатель Гродненского гор. исполкома Андрей Хмель, руководители силовых ведомств, представители депутатского корпуса. Прямую телефонную линию в эту субботу в Лиде проведет председатель рейс-полкома Сергей Ложечник. Вопросы жителей нашего региона смогут задать ему с 9 до 12 часов по номеру 52-42-43. Обратите внимание на следующую информацию. С сегодняшнего дня запрещен разворот и поворот налево при съезде с пути провода в сторону микрорайона Слобода. Водители могут продолжать движение прямо или повернуть направо. Знаки, запрещающие поворот, уже установлены. Осталось нанести разметку. Для уменьшения скопления автомобильного транспорта в часы пик при спуске с пути провода в сторону Слободы было принято решение поменять направление движений. С сегодняшнего дня прямо можно будет двигаться с левой полосы центральной. С правой полосы будет разрешен поворот направо. Увы, поворот на магазин «Маяк», а также на разворот с левой полосы будет запрещен. Проводим работы по установке дорожных знаков, а также нанесению дорожной разметки для ориентации водителей. Посещение лесов запрещено. В Лицком районе запрет вступил в силу с 4 сентября в связи с установившимися четвертым классом пожарной опасности. Также действуют ограничения на въезд транспортных средств, за исключением автомобилей специальных служб. Двигаться через лесные массивы при необходимости можно, но делать это разрешается только по дорогам общего пользования, которые ведут к населенным пунктам. Такая мера направлена в первую очередь на обеспечение безопасности людей, а еще сохранности лесного фонда. Лесной пожар – это не редкость, и зачастую люди нарушают правила пожарной безопасности, нарушают требования о запрете посещения леса, неосторожно обращаются с огнем, оставляют мусор, бутылки, солнечные лучи преломляются, что может привести к возгоранию. Оставленные без присмотра костры также являются причиной возгорания леса. Став свидетелем лесного или торфяного пожара, сообщите о произошедшем в службу спасения по номерам 101 или 112. Если возгорание небольшое, попытайтесь потушить его самостоятельно. При тушении огня в лесу самым распространенным способом является захлестывание огня на кромке пожара. Для захлестывания используйте зеленые ветки, также можно забрасывать кромку пожара грунтом. Не стоит даром тратить время на уже прилично разыгравшийся огонь. В этом случае поспешите за помощью. Покидая место пожара, идите навстречу ветру, перпендикулярно кромке пожара, по проселкам, дорогам, полянам, берегу ручьев и рек. При сильном задымлении, если у вас есть такая возможность, прикройте рот и нос мокрой тряпкой. Уважаемые граждане, пользуясь случаем, хотелось бы обратиться к вам, чтобы вы соблюдали правила пожарной безопасности, не нарушали требования по запрету посещения лесов, потому что природа – это одно из драгоценных, что есть в нашей жизни. Любители тихой охоты и отдыха на природе периодически игнорируют установленный Лицским райисполком запрет. Однако нарушители не остаются безнаказанными. Ежедневно работники Лицкого лесхоза мониторят лесные массивы. Лично, либо при помощи фотоловушек. Помощь им в этом периодически оказывают спасатели РОЧС и представители Лицской и городской инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды. Рейдовые группы приезжают в места отдыха. Или, например, туда, где часто собирают грибы и ягоды. При обнаружении нарушивших запрет привлекают к административной ответственности. Штрафу до 12 базовых величин. Если лесному фонду будет причинен ущерб, то штраф может достигать до 30 базовых величин. Хочется заметить, что после введения запрета на посещение лесов большинство граждан соблюдают данные требования. При проведении рейдовых мероприятий, по крайней мере, не установлено нарушений запрета в местах отдыха населения. Хуже обстоят дела с местами сбора клюквы. Ежедневно фиксируется порядка 10 и более человек. Запрет на посещение лесов будет действовать до тех пор, пока не выпадут обильные осадки в виде дождя. То есть это если выпадет более 3 мм осадков в сутки. Завершилась акция ГАИ «Внимание, дети!». Специально комплексное мероприятие проводилось с 25 августа по 5 сентября. В этот период водители должны были в светлое время суток передвигаться по улицам с включенным ближним светом фар. За несоблюдение этого требования привлекались к ответственности. Кроме того, инспекторы Лицкого РОВД концентрировали внимание на соблюдении правил перевозки детей в автомобиле, дежурили и проводили рейды вблизи учреждения образования. Напоминали детям и их родителям о правилах безопасности на дороге. Сотрудники госавтоинспекции уделяли пристальное внимание соблюдению правил дорожного движения как детьми, так и водителями. За указанный период времени было выявлено и пресечено порядка 140 нарушений правил дорожного движения. Из общего количества стоит выделить, что 97 водителей про игнорирование включения ближнего света фар либо длинных ходовых огней. 8 водителей перевозили детей без детского удержащего устройства. А также 30 водителей не предоставили преимущества в движении пешеходам на пешеходных переходах. Стоит упомянуть о том, что в период проведения специального комплексного мероприятия не зарегистрировано ни одного дорожно-транспортного происшествия с участием несовершеннолетних. Внимание! Личан атакуют мошенники. Теперь они звонят на стационарный телефон и сообщают, что их родственники попали в серьезную аварию и находятся в реанимации. Чтобы спасти родных, мошенники настаивают на передаче им крупной денежной суммы. Милиция обращает внимание, если вам позвонили и просят перевести деньги для решения какого-либо вопроса, прекратите разговор, проверьте информацию, связавшись с компетентными людьми и ни в коем случае не передавайте деньги незнакомым. Ежегодно 8 сентября свой профессиональный праздник отмечают физиотерапевты. Они лечат заболевания при помощи различных физических факторов, таких как тепло, холод, электроток, магнитное излучение, а также при помощи лечебных грязей и массажа. Медицинские работники физиотерапевтического отделения Лицкой центральной районной больницы на протяжении долгих лет помогают пациентам вернуть утраченное или укрепить пошатнувшееся здоровье. Тему продолжит наш корреспондент Анжелика Зверко. Физиотерапевтическое отделение функционирует в Лицкой центральной районной больнице почти 60 лет. Здесь жителям региона оказывается лечебно-реабилитационная помощь с использованием индивидуально подобранных методов физиотерапии и массажа. Это позволяет улучшить качество лечения пациентов и ускорить их выздоровление. Физиопроцедуры проводятся и в качестве профилактики различных заболеваний, поскольку помогают укрепить иммунитет. Наше отделение работает с 1967 года. Восправляла его тогда Шишко Эра Николаевна. С 1996 года по 2012 возглавляла наше отделение врач-реабилитолог Иващук Тамара Алексеевна. Далее заведующим была Василина Галина Евгеньевна. И с 2020 года Шомик Ирина Вацлава. Всезаведущие внесли огромный вклад в физиотерапевтическую службу Лицкой центральной районной больницы. В настоящий момент физиотерапевтическое отделение возглавляет Татьяна Умец. Девять лет назад она окончила Гродненский государственный медицинский университет по специальности лечебное дело. Интернатуру проходила на базе Лицкой центральной районной больницы. Затем приступила к работе врачом общей практики в городской поликлинике номер один, где проработала семь лет. Год назад девушка прошла переподготовку и стала врачом-реабилитологом. Практически сразу же Татьяне Александровне предложили возглавить физиотерапевтическое отделение. И она согласилась. В моей отвязанности входит решение административных вопросов, осмотр пациентов, которые проходят реабилитацию ранний или поздний этап, заполнение для них индивидуальных программ. С врачом-физиотерапевтом мы, естественно, сотрудничаем со всеми отделениями, назначаем им физиопроцедуры, массаж и индивидуальное занятие с инструктором ЛПК. Физиотерапевтическое отделение расположено на трех площадках. Оно включает в себя кабинеты теплолечения, электросветолечения, ингаляторий и четыре массажных кабинета. Все они оснащены современным оборудованием, которое позволяет своевременно вылечить многие заболевания и не допустить осложнений. Ежегодно в отделении проходит лечение более 15 тысяч человек и проводится свыше 180 тысяч процедур. В арсенал нашего отделения входит более 80 физиотерапевтических аппаратов. В прошлом году у нас появился новый аппарат лазеротерапевтический, который мы широко используем в нашем отделении. Назначаем надвенное облучение крови пациентам, родствам и детям и местное воздействие спектра. Коллектив физиотерапевтического отделения всегда готов оказать своевременную медицинскую помощь пациентам. Здесь работают настоящие профессионалы, призвание которых – помогать людям. На данный момент в отделении трудятся два врача-физиотерапевта, 10 медицинских сестер по физиотерапии, 5 медсестер-массажистов, техник-массажист и инструктор по лечебно-физической культуре. Они отдают любимой работе все силы и знания. В нашем отделении дружный коллектив, работающий как единая команда. В 2023 году к нам пришла молодая заведующая отделением у МЕД Статьяна Александровна, которая органично влилась в наш коллектив. Это грамотный специалист, чуткий, внимательный человек, руководитель. Она сумела организовать работу на высоком квалификационном уровне. Мы выполняем все виды лечебного ручного массажа для взрослых и детей при различных заболеваниях согласно назначению врача. В результате улучшаем самочувствие и наши пациенты быстрее выздоравливают и уходят от нас с хорошим настроением. В английской центральной больнице я работаю уже второй год. В 2023 году я прошла переобучение по физиотерапии на базе Барановского центра дополнительного образования взрослых. Как молодого специалиста меня приняли отлично в коллективе. Здесь мы выполняем все виды назначенных процедур. Также стараемся найти индивидуальный подход к каждому пациенту, в особенности к деткам. Стараемся объяснить и рассказать, что мы будем делать, что они будут ощущать. Наш труд очень важен для пациентов. Мы вносим огромный вклад в восстановление всех систем и органов и видим хорошие результаты. Пациенты доверяют Татьяне Умец и ее коллегам свое здоровье. Это требует от медиков глубоких знаний и высокой самоотдачи. От их профессионализма зависит многое. Поэтому они постоянно самосовершенствуются и осваивают новые методы лечения. К другим новостям. 5 сентября во всех кинотеатрах страны состоялась премьера молодежного художественно-документального фильма «Культурный код». Показ приурочен ко Дню народного единства, который ежегодно отмечается 17 сентября. Кинолента снята на национальной киностудии «Беларусь. Фильм» молодым режиссером Кириллом Халецким. По сюжету короткометражки двое студентов выпускного курса Академии искусств, оператор Ваня и режиссер телевидения Лиза должны в качестве дипломной работы снять фильм о государственных символах Республики Беларусь. Съемка дипломного проекта оборачивается для ребят захватывающим и познавательным приключением. Создавая свое кино, главные герои поймут, что значат для белорусов государственные символы и каким должен быть настоящий патриот. Ответы на эти вопросы найдут и зрители. Наличие непремьерной показки на ленты прошел в кинотеатре «Юбилейный». В первый день картину посмотрели сотни личан. Фильм очень интересный. Он отражает богатое наследие нашей страны и, конечно, в первую очередь показывает, насколько важно развивать идентично в современном мире. Я рекомендую фильм к просмотру каждому молодому человеку Лицкого района. Увидеть эту увлекательную историю о белорусских государственных символах можно с большого экрана кинотеатра «Юбилейный» вплоть до 21 сентября. Такого формата фильм я смотрела впервые. Фильм меня очень впечатлил. Я приходила с коллегами своими. Я как патриот своей страны считаю, что данный фильм очень актуален и важен для нынешней молодежи. Для себя я определила, что культурный код – это гимн, флаг и герб. Сам фильм мне очень довольно понравился. Для молодежи он покажет культурную ценность нашей прекрасной страны. То есть расскажет о истории нашего флага, герба, гимна, насколько для нас это все ценно и важно. Культурный код – это был интересный, достаточно познавательный. Этот фильм обязательно нужно показывать детям. Там было все прекрасно передано. Было прекрасно передано даже начиная от образования до того, как людям важно знать о истории, до того, как нужно знать, что обозначает наш флаг, герб и гимн. На мой взгляд, этот фильм очень раскрывает значимость молодежи в нашем мире, так как это наше будущее, это наша страна, это то, за что боролись наши деды и прадеды. И, конечно, это немаловажная часть, потому что герб, флаг – это то, что должен знать каждый белорус, каждый уважающий себя гражданин нашей республики. Этот фильм очень понравился, так как в нем раскрыты темы гимна, герба и флага республики Беларусь. Было очень интересно узнать о их происхождении, их значимости. Ну и, конечно же, я считаю, что данный фильм очень важен для молодежи и населения в целом, о познании истории и развитии Республики Беларусь. День города в Гродно будут отмечать два дня. Но основные мероприятия запланированы на предстоящую субботу, 7 сентября. Официально городу исполняется 896 лет. Дата не круглая, зато празднования будут масштабными. Так главными местами концентрации активности станут две городские площади – Советская и Ленина. Кроме того, площадь Тизенгауза будет утопать в цветах. Улица Держинского удивит выставкой современных тюнингованных авто. Парк Желебера будет заполнен развлечениями на любой вкус. Всего же в программе Дня города 12 локаций. Конечно же, не обойдется и без традиционного фестиваля сыра, водно-неонового шоу, шоу уличных театров и не только. А в 21.00 на площади Советской выступит Стас Михайлов, который подарит жителям и гостям Гродно свои лучшие песни. Завершится выступление фейерверком и танцевально-развлекательной программой. А у меня все новости к этому часу. Следите за новостями региона на информационных площадках Лида-медиа-компании. Подписывайтесь на Лидскую газету и оставайтесь на Лида-ТВ. Я же с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова